Молдова активно начинает интеграцию в западный мир с приходом к власти нового президента. При том, что внутри государства существует масса проблем с вражескими пророссийскими силами, страна уверенно декларирует курс на запад и, что самое главное, находит отклик у ключевых союзников. Одним из таких союзников является НАТО, военный альянс, который давно обозначил Россию ключевой угрозой цивилизованному миру. Согласно последнему комментарию генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга по итогам телефонного разговора с президентом Молдовы Майей Санду, НАТО является абсолютным приверженцем максимально широкого сотрудничества со страной. Комментируя разговор с президентом, Столтенберг сообщил, что расширению сотрудничества и помощи в модернизации институтов обороны и безопасности Молдавии привержены все страны Североатлантического альянса. Результат беседы полностью удовлетворил руководителя альянса, который назвал беседу продуктивной. Таким образом, мы видим, что новое руководство Молдовы последовательно в декларируемых задачах внешней политики, среди которых сотрудничество с НАТО одна из первых. Для соседей Молдовы, в первую очередь Украины, которая, напомним, стала полноправным партнером альянса, перспективы тесного контакта Молдовы и НАТО выглядят многообещающими. Иметь общую границу с еще одним государством, входящим на правах сотрудничества в партнерство с альянсом, куда приятнее, чем со стороной с неопределенным внешнеполитическим вектором, а тем более с пророссийской риторикой. Для самой же Молдовы сотрудничество с альянсом является выгодным по множеству причин. Во-первых, это один из способов модернизации армии, во-вторых, это неплохая помощь для будущего решения преднестровского вопроса, а в-третьих, это залог того, что Россия будет оказывать меньшее влияние хотя бы в оборонной сфере страны. Отметим также, что не НАТО единым Молдова протаривает себе путь в Европу. Помимо сотрудничества с альянсом, президент страны Майя Санду выступает за восстановление сотрудничества с Международным валютным фондом на фоне поразившего страну затяжного кризиса. Санду уже обсудила с председателем Национального банка страны Октавианом Армашу макроэкономическую ситуацию в контексте экономического кризиса, который переживает Молдова, ситуацию в банковской системе и необходимость возобновления отношений с МВФ. Не будем подробно описывать плюсы сотрудничества с Международным валютным фондом, они в целом одинаковы для всех нестабильных экономик, в том числе и Украины. Отметим только, что партнерство с Международным банком – это первый шаг для создания Молдовы как инвестиционно-привлекательного государства. Резюмируя, скажем, что партнерство и сотрудничество с двумя ключевыми организациями Западного мира – это однозначный удар по пророссийскому вектору молдавской политики. В то же время это всего лишь первые шаги на очень длинном пути, на котором крайне важно не споткнуться и не разочароваться в выбранном направлении. Легко и просто Молдове и ее жителям не будет, что доказано на практике множество государств постсоветского лагеря, начиная от стран Балтии и заканчивая Польшей. Сопротивление пророссийского лагеря будет огромным, но в конечном итоге не решающим, поскольку все будет зависеть от уровня доверия народа внутри государства. Если жители Молдовы смогут перебороть в себе все комплексы, а также навязанные пророссийской пропагандой стереотипы, страна сможет стать процветающей, проделав сложный и тернистый путь.